И сейчас у нас время Торы. Давайте мы помолимся. Благословен Ты, Бог наш, избравший нас из среды Твоего народа и даровавший нам Тору. Благословен Бог, дарующий Тору. Амин. Амин. Драгоценные братья, еще раз приветствую, сестры особенно. И сегодня глава Торы называется ЦАВ, что в переводе передай. Как важно нам передать ту истину, которую заповедовал нам Господь. И важно нам это передавать. И это книга Вайкра, это книга Левит. Это шестая глава, начиная с первого стиха по восьмые главы. И это глава, в принципе, продолжение предыдущей главы. И о чем она повествует? Она повествует о жертве повинности, о жертве всесожжения, также о жертве хлебной, о жертве за грех, о мирной жертве и законы об этих жертвах. И также о посвящении священников, то есть об одежде, помазании и приготовлении этих жертв. Здесь уместно говорить о каждом пункте. Но так как мало времени, я бы хотел поговорить о жертве повинности. И для меня жертва повинности, это как, знаете, жертва примирения. Мы много говорим о служении Господу. Мы много говорим о том, что нужно поклоняться Богу, нужно любить Бога, нужно светить Господа в своей жизни. Мы боимся согрешить, и это все правильно. То, что мы делаем, это все правильно. Но также, потому что, исполняя первую заповедь, Ишуа говорил, да, возлюбите Господа Бога всем сердцем. Но также интересно, что есть и вторая. И вторая заповедь, он говорит, Ишуа говорит, подобно ей. И вторая заповедь мы знаем какая, да, это возлюби ближнего, как самого себя. И слово подобно ей, это очень похоже, она очень близка. И я бы сегодня хотел бы просто поговорить именно об отношении к ближнему, то, что говорит Священное Писание. И предыдущая глава, она повествует нам также о жертве повинности, но о том, больше как о небрежном отношении к святыням и к заповедям. Но эта часть, она больше повествует об отношении к ближнему. И я бы хотел бы зачитать эта книга Вайкра, Левит, 6 глава, с 1 по 7 стих. «И сказал Господь Моше, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим, то в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманывает ближнюю своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, и отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к этому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинностей, и за вину которой…» и так далее. И здесь, какие здесь рассматриваемые грехи? Здесь первое – отказ от порученного, да? То есть, если человеку дали какую-то чужую вещь, дали ему в пользование, вот, или на сохранение, и эта вещь пролежала какое-то время, и тот, кто дал, он потом может прийти и сказать, как бы «отдай мне обратно эту вещь», и человек не имеет права сказать, что это моя вещь, потому что она у меня пролежала долго. Второе – это обман, обман партнера. Работали вместе, а прибыль только одному, в этом тоже есть. Скрытое, украденное, да? То есть, если человек, он украл у кого-то и присвоил это к себе, да, и тут вдруг получилось, что брат или сестра пришла к нему в гости и увидела свою вещь, вот, а брат сказал, ну, это я где-то, где-то там мне подрили, я взял. То есть, это тоже является неправильным. Украденное, найденного. Если мы какую-то находим чужую, да, вещь, то также эта вещь, она нам не принадлежит. Расскажу, у меня была ситуация в моей жизни, на мою карточку пришла немаленькая сумма денег. И, конечно же, знаете, первая моя реакция – Господь, спасибо тебе. Но потом, когда я пришел в себя, я понимаю, что она не может прийти просто так. И, конечно же, я понимал, что это какая-то ошибка, там, с системой Приватбанка, вот. И через время мне позвонили, сказали, что это была ошибка, и эти деньги я отправил обратно. То есть, как бы я нашел эти деньги, да, то есть, ну, это не мое. Вот. И все это называется преступлением пред Господом. Это значит, что Бог серьезно относится к тому, кому был причинен ущерб. Я знаю, что у нас такого нет. Я знаю, что мы любим друг друга, что в нашей общении, что в церкви такого нет. Но когда мы служим, когда мы общаемся, когда мы что-то делаем вместе, мы также можем обидеть человека словом. Правда, можно словом, да, или негативным отношением друг к другу можно обидеть человека. И как вы думаете, является ли это тоже грехом перед Господом? Я думаю, что является. И я бы хотел зачитать Матфея, пятую главу, этот Новый Завет Бритхадаша, Матфея, пятая глава, пятый стих, пятая глава, двадцать первый стих. И здесь Ишоа говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. И, конечно, тут слово напрасно, и все говорят, ну, я же не напрасно гневаюсь. Вот, тут написано напрасно, то есть зря, а я же не напрасно гневаюсь. То есть, вот там, ко мне плохо отнеслись, или там не поздоровались, или просто там прошли мимо. Но вы знаете, в других переводах это слово напрасно и вообще не существует. Здесь говорится, да, всякий гневающий на брата своего подлежит суду. А кто скажет брату своему рака, да, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гении огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с твоим братом. И тогда прийди и принеси дар твой. И Бог, зачастую люди даже не подразревают, что насколько масштабнее бывает совершенный грех. И жертва повинности служит для того, чтобы помочь человеку осознать, что даже если Господь и понесет на себе совершенный грех, и искоренит его, ему угодно, чтобы грешник увидел, как тяжки его виновные поступки. Бог призывает нас почитать и уважать друг друга. Поэтому Иешуа, он умер из-за меня, из-за тебя. Бог защищает того, кому причинили боль. И он хочет, чтобы и ты, и я был прощеный. И жертва повинности – это примирение. И в примирении есть огромная сила. Примирение делает меня свободным. Примирение прекращает войны. Примирение приносит мир. И дальше, если мы почитаем книгу Левит, как проходила дальнейшая церемония, что делать, если я кого-то обидел? Что делать, если я кого-то огорчил? Что делать, если я, может быть, сказал какое-то слово, и мне не дает это покоя, этот груз лежит на мне? И книга Левит говорит, что в день приношения жертвы, повинности, он должен был принести возмещение. Это 4-5 стих. И это нужно было сделать в первую очередь. Затем он должен прийти и принести дар свой и жертву повинности Господу, которого он оскорбил. А священник должен принести за него искупительную жертву. И дальше, и прощено будет все, что он не сделал. Это 6-7 стих. Мы знаем, что наш искупитель, наша жертва – это Ишо. И как там написано, да, когда придет день, когда придет этот день этой жертвы. И как вы думаете, какой это день? Я думаю, что это день сейчас. Это день сегодня. Там написано, что прежде чем я должен принести дар Господу, я должен прийти и примириться. И это день сегодня, дорогие братья и сестры. Сейчас такое время, что мы все сидим по домам. У нас много времени, мы никуда не спешим. Я думаю, что это и сейчас, это время, когда мы можем позвонить друг другу. Может быть, кто-то кого-то обидел словом или действием. Позвонить, сказать хорошие слова. Потому что примирение, оно сбрасывает огромный груз. И написано, что когда мы это делаем, то Господь, Он простит. А наша жертва – это Ишо, Он умер за нас. Он хочет, чтобы мы были прощенные. И ты, и я. Поэтому я также хочу сказать, что если кого-то, возможно, я обидел или огорчил, я прошу прощения. Я хочу быть свободным. Я хочу жить в прощении с Господом. Я думаю, у вас есть тоже прекрасная возможность позвонить друг другу, брату, сестре, просто сказать хорошее слово, помолиться вместе. Вот. Я знаю, что это принесет большое благословение, большую благодать и примирение в вашу жизнь. Поэтому будьте благословены. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok